Здравствуйте, уважаемые инвесторы! Я Мария Астрадуб с криптоновостями за неделю с 24 по 30 августа. Около 40% биткоина находится в неактивных кошельках уже более трех лет, а кошельки некоторых пользователей Coinbase обнулились. Проблемы с отображением возникли на криптоплатформе и раньше, и объяснялись скрытыми атаками смарт-контрактов. Похоже, что мем монета Пепе тоже попала в неприятную историю. Ее основатели тоже скрылись, но ушли они не с пустыми руками. Собственно, без истории о мошенниках, пампе отдельных криптомонет и противостоянии криптосообщества регулирующим органам не обходится ни один наш недельный обзор. И каждый раз главную роль на этой сцене играет комиссия по ценным бумагам и биржам США. Что касается других действующих лиц этой пьесы, то сейчас их число возросло еще больше. И некоторые из них очень оптимистично настроены. Что касается самого регулятора, то комиссия, с одной стороны, успевает везде, с другой никуда не спешит. Успевает подавать иски против Ripple, Coinbase и Binance. Против последней, напомним, регулятор выдвинул целых 13 обвинений, а на этой неделе к ним новый пакет доказательств, который способен снизить шансы Binance на победу в суде. Кроме того, комиссии был оперативно создан черный список из более 60 криптомонет, которые регулятор считает ценными бумагами. И тем самым обрушивает их курсы и перекрывает выход на криптобиржи. Но при этом в самом ведомстве скопилось уже почти десяток заявок на создание спотовых биткоин-ТФ. В случае их запуска фонды получат возможность закупать биткоины и предлагать привязанные к ним акции на бирже. Отчет сроков, отведенных регистрацию ИТФ, начинается с момента публикации заявки в регистре. И первый дедлайн наступит уже 1 сентября. А 2 сентября вердикт должны получить сразу 5 претендентов, среди которых одна из крупнейших инвестиционных корпораций BlackRock. Несмотря на то, что пока зеленый свет не получила ни одна из компаний, некоторые участники криптосообщества уверены, что первым провайдером спотового биткоина-ТФ станет именно инвест-гигант BlackRock. В частности, потому что из почты 300 поданных им заявок на фонды по другим активам регулятор отклонил только одну. Однако по закону комиссия по ценным бумагам и биржам США может увеличить срок рассмотрения до 240 дней. И можно почти не сомневаться, что этой возможностью комиссия воспользуется. И все же, если будет одобрена хотя бы одна заявка, можно ожидать стремительного роста цен на биткоин и изменения настроений на рынке в целом. Кроме того, апелляционный суд округа может заставить регулятора одобрить спотовый биткоин-ТФ на том основании, что комиссия по ценным бумагам и биржам США раньше уже одобрила несколько фьючерсных ИТФ на биткоин. А 29 августа апелляционный суд США уже постановил, что отклонение комиссии к заявке Grayscale на конвертацию ее Grayscale Bitcoin Trust с потовый биткоин-ТФ было, цитируем, «произвольным и капризным». Видимо, многие участники крипто-сообщества увидели в победе Grayscale позитивный сигнал для всего рынка цифровых активов. А биткоин на фоне выхода этой новости резко вырос. Его бесцветное движение с 18 августа на консолидации в районе 26 тысяч долларов сменилось на ралли. В результате главная криптовалюта в одночасье протестировала высоту на ценовой линии 28 тысяч долларов за коин. Однако удержать взятую позицию пока мне удалось, в итоге август биткоин завершает гораздо ниже своих максимумов в месяц на уровне 27 тысяч 300. Эксперты полагают, давление со стороны продавцов на рынке снижается. При этом долгосрочные держатели продолжают накапливать биткоины. А беспокоятся те инвесторы, которые приобрели криптоактив позже, во время медвежьего рынка. В частности, только с 17 августа краткосрочные держатели ликвидировали монет на сумму более 1 миллиарда долларов. График второй по криптализации криптовалюты за прошедшую неделю прошел те же этапы, что биткоин. Сначала узкий коридор 1633-1660, затем скачок немного выше круглой отметки 1740 и снова снижение на этот раз в область цены 1700 долларов за токен. И если за прошедшие 7 дней биткоин прибавил в цене 2,6%, то прирост эфира оказался в два раза слабее и составил только 1,2%. Но безусловным рекордсменом роста плюс 20% на обозреваемой нами 7 девки стал Тонкоин. С 29 августа его цена выросла на 13%, в результате чего актив достиг отметки 1,7 доллара. По мере увеличения стоимости альткоина повышалась и его рыночная капитализация. Будучи 11 по величине криптовалюты в мире, Тонкоин стремится войти в десятку, что выглядит вполне осуществимым. Ведь при нынешнем уровне капитализации Тон в 5,8 млрд долларов ему не хватает всего лишь 1 млрд, чтобы потеснить номер 10 трон, созданный Джастином Саном. Для этого инвесторам нужно всего лишь не продавать свои запасы и не фиксировать прибыли. Но не только американский регулятор влияет на поведение криптоактивов. Цифровые деньги по-прежнему крепко завязаны на фиатную валюту. И в первую очередь на американский доллар, который чаще всего обеспечивает им ликвидность. А индекс доллара США в начале этой недели упал на фоне слабой экономической статистики, замедления рынка труда, низкого настроения потребителей и других данных. В результате гринбек перешел в зону медведей как раз во вторник 29 августа в среду и уже просел до самого низкого уровня за две недели к отметке 102,9 пункта. А у мемкоина Пеппы, как видим, на этой неделе никак не получилось вырасти вместе с остальными криптоактивами. Наоборот, именно скандально знаменитой монете лягушки принадлежит антирекорд. За эту неделю токен подешевел на 21%, и главной причиной обвала или даже провала стал скандал вокруг подозрительных транзакций и обвинений в мошенничестве. Среди возможных виновников названы разработчики, которые, в свою очередь, обвиняют команду проекта. В официальном аккаунте Пеппы в соцсети X с бывшим Twitter появилось сообщение о том, что несколько дней назад бывшие основатели проекта украли 16 трлн токенов на сумму почти 15 млн долларов. Кстати, социальная сеть X, бывший Twitter бизнесмена Илона Макска получила лицензию Родайленда на предоставление финансовых услуг, в том числе перевода фиатных денег и криптовалют. Многие участники криптосообщества считают новость крайне позитивной для криптоиндустрии. А наш очередной выпуск на этом завершен. Желаю вам только позитивных новостей и больших прибылей. Увидимся через неделю, 7 сентября. Не пропустите!